Тем более подробно обсудим с независимым военным аналитиком Александр Олесин. С нами на связи Александр Борисович. Здравствуйте, рады приветствовать. Доброе утро. Добрый день. Поясните, пожалуйста, следующее. 21 век. Системы Патриот. Системы, которые способны поражать военные объекты на большом расстоянии. Системы Хаймарс, которые также способны точь-в-точь с склонностью до метра поражать маленькие объекты. И тем временем в Беларуси ополчение из пенсионеров. Зачем? И женщин. Я думаю, что немножко недооценивает этот шаг. Оппозиция и все эксперты исходят из ошибочных посылок. Я обращусь к событиям 2020 года, когда на улице вышло значительное количество молодежи, предпринимателей и людей, в общем, оппозиционных режимов. Но были люди, которые демонстрировали приверженность, скажем так, социалистическим ценностям, советским ценностям и поддерживали власть Лукашенко. Это были бывшие офицеры специальных служб. Это были офицеры МВД. Это были офицеры, вышедшие в отставку на территории Беларуси из рядов вооруженных сил. И у них раздавались даже такие призывы, сформируйте народные дружины из нас, дайте нам автоматы, и мы тогда разгоним тех, кто вышли на улицы. И, в общем, учитывая возрастной состав белорусского населения, группа таких людей была достаточно значительной. То есть это будут идейно мотивированные люди, бывшие военнослужащие, пусть даже они находятся в отставке на пенсии. Их возраст 50-60 лет, что не мешает им носить то самое оружие. Ведь что мы видим? Им будет разрешено, ну хотя бы часть из них, хранить оружие дома. Для того, чтобы представить, насколько это необычный шаг для нашей страны, достаточно сказать, что у нас за любой патрон, найденный у гражданина, могут приписать статью и посадить на солидный срок. И вот будут раздавать оружие людям, чтобы они хранили его дома. То есть это должны быть исключительно проверенные, исключительно мотивированные, исключительно преданные режиму люди. И поэтому, я думаю, это будет своеобразная, ну, притарианская гвардия. Она, помимо структуры МВД вооруженных сил, должна будет стать одной из опор режима. Это показывает, что Лукашенко нуждается в таких опорах, нуждается в дополнительном подкреплении. Они не будут воевать на фронте. Как сказали, значит, эксперты, это будут люди, помогающие МВД, помогающие КГБ выполнять задачи по борьбе с внутренним противником. Если, не дай бог, на нашей территории заведутся какие-то вооруженные оппозиционеры, незаконные вооруженные формирования, то для того, чтобы парализовать их, будут применяться не только регулярные формирования МВД, но и это народное добровольное ополчение. Поэтому я не относился бы так легкомысленно. У нас очень много людей, которые готовы с оружием в руках подавлять оппозицию. В том-то и дело, понимаете, Александр Борисович, я из того, что смогла ознакомиться с этим вариантом первого чтения, там как раз говорится о том, что оружие ни в коем случае не будут давать для сохранения дома, а в отдельных каких-то там, ну скажем так, условно говоря, БК, местных там, не знаю, каких-то, я не знаю, представительских домах, я не знаю. Ну, в общем, это точно не дома и не так просто его будет получить. Сложна структура, образовывается подчинение, очень много там факторов. Ну и будет ли, как вы говорите, много ли из таких поддерживающих лукашенковский режим, потому что планируют набрать 150 тысяч, это же тоже для их нужно оружие, проверить, способны ли они вообще обращаться с этим оружием, потому что, ну, там и женщины какие-то, и пенсионеры. Ну, это же обучить нужно, натренировать. Видели мы некоторые кадры с обучением между российскими и белорусскими войсками, они довольно-таки комически выглядели. Не знаем, как это будет происходить с этими ополченцами. Ну и вы вспомнили о дружинниках. Дружинниках же раньше не вооружали, они ходили просто, смотрели за порядком. И что вот это за организм будет? И, конечно же, самый главный вопрос, кого же боится у Лукашенко? Против кого он собирается собрать 150 тысяч человек? Ну, я вам уже частично ответил на несколько ваших вопросов относительно военных наук. Вот меня списали с военной службы в 50 лет, потому что я не выслужил до определенного звания. Так и остался старших лейтенантов. И таких людей достаточно много. И, в общем, они все придерживаются достаточно разных мировоззрений. Вот в 1991 году в Белоруссии был контингент 240 тысяч. И из этого числа, ну, значительное количество было молодых офицеров, которые были по сокращению уволены. И они восприняли это событие как трагическое событие. Распад Советского Союза тоже как личную трагедию. И, в общем, они не примирились с этим до сих пор. Лукашенко считают наследником Советского Союза. И его всячески поддерживают интеграционные, значит, начинания. С тех самых пор армия регулярно сокращалась до, значит, 45, примерно 50 тысяч человек. И каждый год в запас, в отставку уходит значительное количество младших офицеров. Не все они выслужились до полковников и генералов. Значительная часть их так и осталась как старшими лейтенантами, капитанами. И в данном случае они записаны в запас, в отставку. И, в общем, они обладают теми самыми необходимыми навыками. Если мы посмотрим, сколько существует независимая Беларусь в 30 лет, то за это время накопился значительный контингент людей, которые, значит, могут, готовы. И, в общем, я думаю, они будут использованы именно для целей противоборства с внутренним врагом. Именно не с внешним врагом, хорошо вооруженным, там, хаймерсами, высокоточными ракетами и так далее. Это будет сила, которая должна будет поддерживать нынешний порядок. Потому что, очевидно, молодым военнослужащим внутренних войск, силовых подразделений, по результатам событий 2020 года президент, ну, как мне кажется, не совсем доверяет. Что касается оружия, то, как мне говорят некоторые люди, будут специальные подразделения из бывших бойцов сил спецоперации, особенно преданных президенту. Они, ведь сейчас у нас спецназ МВД переносит присягу лично президенту, во-первых, и во-вторых, Республике Беларусь. То есть президент – это первое, это личная присяга, личная преданность. И выслужив определенные сроки, эти люди уходят в народное хозяйство, но они своеобразно подготовлены, идеенно мотивированы. И я думаю, что таких людей может набраться из нашего населения 150 тысяч, возможно. Если мне вот Лукашенко и Путин, они схожи в том, что они оба очень боятся критики и очень боятся каких-то противодействий в свою сторону. Возможно, это будет сильно радикально сказано, но не кажется ли вам, что создание вот этого ополчения Лукашенко – это такая себе фильтрация людей? Фильтрация на людей, которые поддерживают режим самопроозглашенного президента Лукашенко, и на тех, кто не поддержит? То есть ведь, по логике говоря, в ополчение пойдут те, кто поддерживают его, никак иначе, так как одной якобы командой. Не кажется ли вам такое? Я бы так сказал, это консолидация. Это консолидация. Именно события 2020 года показали, что оппозиция действовала достаточно организованно, а сторонников Лукашенко пришлось долго собирать. Причем он организовал митинги, выезжал на заводы. То есть потребовалось определенное время. Если бы протестующие были более решительны, более наступательны, то, я думаю, события могли бы принять совершенно неожиданный оборот. И поэтому, с точки зрения упреждения подобного варианта развития событий, возможной, так сказать, ну, измены-неизмены, но того варианта, что некоторые силы правопорядка могут остаться, как говорится, нейтральными в стороне, я думаю, и формируется такая вооруженная структура, как народное ополчение. Ну, это не те дружинники, которые были в советские времена. Почему они назвались дружинниками в 20-м году? Потому что юридически не было другой основы, чтобы им собраться. Вот теперь будет законодательство, и они попадут в правовое поле. Они будут совершенно узаконены, это не будут незаконные вооруженные формирования, как там российские сейчас добровольцы, ЧВК Вагнер и прочие. Ведь на самом деле они являются незаконными, неправовыми вооруженными формированиями. И вот дабы избежать такой ситуации, наупреждение принимается такой закон, и эти люди получают социальный статус. Возможно, льготы какие-то, привилегии. Во всяком случае, зарплаты у них и все социальные пособия сохранятся по месту работы. Тут вот все-таки хотелось бы расширить, кого и чего боится Лукашенко? От кто должен напасть и откуда мы понимаем, карты предъявятся? Но на самом деле, мы понимаем, что он официально говорит, что якобы НАТО какое-то посягает на суверенитет вдруг чего-то Республики Беларусь. Но на самом деле, чего боится Лукашенко, по вашему мнению? Ну, все дело в том, что неоднократно заявлял и председатель КГБ, и ЗМД говорили о том, что есть много скрывшихся под плинтусом оппозиционеров, которые ввиду жесткой политики властей сейчас замаскировались, не проявляют активности. Но в случае, если, допустим, какая-то часть вооруженной оппозиции с территории Украины, там, Калиновского и другие там Харугви, вторгнутся на территорию Беларуси с целью противодействия режиму Лукашенко, могут захватить какую-то территорию, допустим, Брестской области, даже какой-то районный центр, то тогда эти люди могут ожить, как личинки колорадского жука. То есть они появятся и станут той пятой колонной, которая будет, в общем, изнутри разрушать страну. И вот именно для противодействия этим структурам, плюс диверсионно-разведным группам и так далее, вот и формируются эти структуры. Сейчас, после получения ядерного оружия, Лукашенко заявил, что он НАТО не боится. Если НАТО предпримет наступление, то он, не колебляясь и не спрашивая разрешения у народа, применит ядерное оружие. Ну, чуть-чуть посоветовавшись с Путиным, как он сказал, за 30 секунд. Поэтому это отнюдь не против внешней угрозы. Это противодействие возможному варианту развития событий, когда внутренняя оппозиция наберет значительную силу, когда при помощи денежных средств, вооружения и инструкторов из-за рубежа, как полагает, в силовых структурах, эта оппозиция может выставить вооруженные формирования и начнется типа гражданской войны, возможно, даже. Александр Борисович, а на кого рассчитаны вот эти смешные заявления диктатора Лукашенко в отношении того, что если захочет, нажмет на кнопку, понимая, что далеко не он принимает решение нажимать на кнопки, понятное дело, но все же на кого рассчитаны эти месседжи, понимая, что даже Путин против НАТО не попрет? Ну, это, конечно, рассчитано на зарубежного обывателя. Очень много людей на Западе. Сам факт, я думаю, что и в Украине встревожил. И для простого гражданина, который в тонкости не вникает, он теперь считает, простой гражданин, что это оружие поступило в полное распоряжение Александру Лукашенко. Кроме того, зная характер Александра Григорьевича, его темперамент и склонность ко всякого рода резким движениям, эти люди полагают, что теперь им грозит серьезная угроза, и не сегодня, а завтра. Ну, это оружие может быть действительно, так сказать, неурымсливым Лукашенко применено. Это, я думаю, в большем плане или в таком же плане пропагандистский шаг, как и военный. Поэтому, конечно, на электорат во многих странах соседних с нами предстоит предвыборная кампания. И, конечно, есть желание подпитать те силы, которые склонны к компромиссу с Лукашенком, чтобы они нашли и выдвинули тех политиков, которые будут вести более лояльную Лукашенко политику. Александр, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, присоединились к нашему эфиру. Напомню, независимый военный аналитик. Александр Олесин был на прямой связи с нашей студией.